Улица, дом 24, строение 2, открылось детское отделение поликлиники, где всегда готовы оказать помощь вашему ребенку. Стоматология для каждого. Теперь мы можем помочь вам еще быстрее и эффективнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 К сожалению, немного сохранилось и светских архитектурных сооружений того времени, но церкви Коломенского сохранились. Коломенская гордится прекрасной шатровой церковью Вознесения, церковью усекновения главы Иоанна Притечи, храмом колокольни Йоргия Победоносца и Казанской церковью. Сегодня мы с вами вновь в храме Казанской иконы Божьей Матери. Царь Михаил Федорович в память избавления Москвы от поляков приказал заложить каменную пятиглавую церковь во имя Казанской Богоматери. В 1651 году при царе Алексее Михайловиче был освящен ныне существующий семикупольный каменный храм с шатровой колокольней на высоком подклете. Под крестом церкви имелась надпись о том, что она построена в честь столетия взятия Казани. В 1941-1942 годах некоторое время храм был закрыт, затем службы возобновились и более не прекращались. Храм Казанской иконы Божьей Матери – домовая церковь царской семьи. Храм небольшой по размерам, роспись стен относится к XIX столетию. Престолы – главные Казанской иконы Божьей Матери, пределы – святого Аверкия Иеропольского и великомучника Дмитрия Солунского. Самые почитаемые иконы этого храма – образ Алексея, Человека Божия с Марией Египетской и Алексея, Человека Божия и мученицы Наталии, те заименитные царю Алексею Михайловичу и двум его супругам – Марии Ильинишней Милославской и Наталии Кирилловне Нарышкиной. В свое время в храме находились деревянные, обитые шелковым штофом царские места. Такие места имелись и в обоих пределах. Главная святыня храма – державная икона Божьей Матери, явленная 2 марта по старому стилю, 15 марта по новому, 1917 года. В храме находится также чтимая Казанская икона Божьей Матери XVII века. Съемочная группа программы приехала в храм, когда здесь заканчивалась подготовка к празднованию державной иконы Божьей Матери. Храм преображается усилиями церковной общины под руководством настоятеля, протеерея Владимира Гонтара, старостой Ольги Павловны Кускевич. Привезен в порядок иконостас, настенная живопись XIX века, иконы. Мы советуем вам посетить храм Казанской иконы Божьей Матери, где вы почувствуете атмосферу старины, помолитесь учтимых икон, полюбуетесь красотой иконостаса, великолепием паникодил и хоругвий. Я благодарю коллег за видеосюжет, и у нас есть уже вопрос из эфира, и я приму его. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Владимиру. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос. Я жду ребенка, и вот что мне можно есть во время поста? Спасибо. Женщина ждет ребенка и спрашивает, что можно ей есть во время поста? Ну, по-друге, здесь во время ожидания ребенка пост может отменяться. Но если бы очистили есть христианки, они боятся нарушить пост. То есть, как по немощи придется, да, человек? Да, по немощи. Если они чувствуют себя более удовлетворительно, они постятся. То чувствуют себя более, как немножко болезненно, как и послабее. Значит, пост пусть укушает молочную там пищу. Спасибо. Ну, обычно так, я по своему опыту житейскому. У нас не было пятеро детей. Матушкам я всегда старался соблюдать пост. Хотя к трудам все как-то не... Но с помощью боя, с молодой, она всегда приносила пост и дети были здравые. Хорошо. Спасибо. Отец Владимир, вот у меня здесь есть тоже такой вопрос. Можно ли в пост употреблять растительное масло? И можно ли вот в этот пост идет сейчас пост вкушать рыбу и постное масло? Вот такие вопросы. Что можно есть и чего нельзя в этот пост? По уставу православной церкви Великий пост считается очень строгим. В Великом посту кушается только рыба дважды. Это на праздник Благовещения Пресвятой Владычи нашей Богородицы, Пресвятая Девя Мария. И на праздник входа Господня в Иерусалим, как по-народному, говорится, праздник в Ягдове Воскресенье. А все остальное время не молочное? В основном не молочное, не положено по уставу кушать пищу. Так что растительное, овощная, аритрианская пища. Ну, масло посолнечное разрешается по уставу. То есть можно есть пост? Некоторые не в субботы, а в воскресенье обязательно, но некоторые другие дни можно, кроме, конечно, среды и пятницы. Спасибо, отец Владимир. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос в студию отцу Владимиру. Добрый вечер. Добрый вечер. С Великим постом и ведущей с Великим постом. Спасибо. Спасибо. Остаюсь с постом Великим. Поздравляем. Да, пожалуйста. Спасибо, Господи. У меня муж болен с сердечной болезнью. Можно послабление впасти? Спасибо. Спасибо, Господи. У женщины супруг болен, у него сердце больное. Можно ли послабление сделать в посте? Так, послабление делается людям болящим, после операции, вот, кушаясь в пищу, может, скромной, и не рай, как пища, как лекарство. Как лекарство для исцеления челесных недухов. Спасибо. Вот Маргарита спрашивает, как можно окреститься в Колуменском, в частности, видимо, у вас в фраме, в Казанском, и с чего надо начинать? Да, крещение у нас в Колуменске происходит в субботнии, по субботним воскресным дням с 10 часов утра. Так что перед этим? Нужно подготовиться, прежде чем прийти, может быть, на собеседование, если есть все время, если нет, возможно, может, в это время прийти, взять с собой рубашку чистую, не надевать с собой полотенце там, или простынь, тапочки на ноги, чтобы обязательно было с собой уже крест, крест начальник. Вот в таком виде, чтобы было подготовлено, как обычно идет человек в баню мыться, что он с собой берет? Вот все чистое белье, потом помывшись, тело снимает чистое, после чего надевает чистую одежду, и он чувствует себя в облегчении, тело. И так, святое крещение обязательно должно быть подготовлено к этому. И, конечно, как Господь сказал, кто не родится водой и духом, не войдет в Царство Небесное. Многие есть, которые боятся по сей день принимать святое крещение, или еще, не верующие, или как. Так, ну, в начале, когда-то говорили, вот, умирали, не крещен батюшка, умерли и крещеный. А по учению святое церкви, и сам Господь, говорили так, кто не родится водой и духом, не войдет в Царство Небесное. Хорошо, спасибо. Так что обязательно нужно, верующие, обязательно приходите, принимайте святое крещение, потому что крещение есть, ну, как сказать, первое таинство церкви, как фундамент для дома, залаживает дом, строит первое, что строит фундамент. Залаживает потом на фундаменте, основание, крепко строит дом и украшает дом так, что крещение, это и есть первое таинство церкви Христовой. Как Господь сказал, кто не родится водой и духом, не войдет в Царство Небесное. Спасибо большое, отец Владимир. И одной из православных святынь, явленных в начале 20 века в селе Колуменском, является икона Божьей Матери Державной. Об этом наш следующий видеосюжет. В ряду почитаемых на Руси чудотворных образов Божьей Матери, особое место занимает икона, которая была обретена уже в 20 веке. Это икона Богородицы Державная. Явила она себя русскому православному народу 2 марта по старому стилю, 15 марта по новому 1917 года, в тот день, когда произошло отречение от престола императора Николая II. 13 февраля 1917 года крестьянке Евдокии Андриановне было сновидение. Она услышала голос. Есть в селе Колуменском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, пусть молятся. Сначала женщина не поняла требования. Тогда, 26 февраля, она увидела во сне белую церковь, а внутри царицу небесную. Исповедовавшись и причастившись, женщина отправилась в Коломенское, где узнала Вознесенскую церковь, которую видела во сне. Вместе с настоятелем храма, отцом Николаем Лихачевым, в подвале наткнулась она на старую черную икону. Когда икону очистили от слоя пыли, Евдокия узнала в изображении ту, которая явилась ей во сне. Царица неба и земли в царском венце и красной порфире держала в руках скипетра державу, а на коленях ее восседал богомладенец Иисус. Лих Божьей Матери был скорбен и суров. Народ верил, что Царица Небесная взяла на себя бремя державы российской. Но в прославленной иконе были написаны службы и акафист, в составлении которых принимал участие святитель Тихон, патриарх московский всея России. Предполагают, что некогда эта икона принадлежала Кремлевскому Вознесенскому монастырю, и во время нашествия Наполеона ее укрыли в Коломенском. Здесь и пребывала более столетия святая икона, чтобы явить себя Россией в особое время, предназначенное Господом. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Владимиру. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня двое детишек, рожденные в невенчанном браке. После того, как мы их воспитали, дочки шесть, сыну три, мы пришли к венчанию, обвенчались с мужем. Но муж не хочет больше иметь детей, в силу того, что второй ребенок у нас родился при смерти, очень тяжело мы его... То есть благодаря крещению на второй же день в больнице мы буквально его спасли от смерти. Вот скажите, как мне поступить, если я хочу третьего ребенка, причем это будет уже в денщином браке, но муж с этим не согласен. Что здесь важнее, послушание мужу или что? Спасибо. Спасибо. Вы слышали, да, вопрос? Я слышал вопрос. Конечно, дорогие мои, это не положено нам делать убийство от чревих. Сколько Господь нам дает детей, так их нужно родить. Раньше наши предки, несмотря на все несгоды, лихолетия, родили детей. Какие слабые Господь убирал их, какие сильно выживали. И крепкая была матушка Россия, была защита от врагов. Мать Руси, матушка Русь, боялись враги. А теперь, мои дорогие, что получается, что мы убиваем детей своих, замены нет, народ осколевает, и наш, как уже подсчет, идет, что за год сколько-то миллиону погибает невинных детей. Мусульманский мир, проще они развиваются, их и сила есть. А у нас, в Матушке России, насколько Бог даст нам крепость, если люди покаятся, будут жить по вере в Бога, жить по закону Божьему. Господь даст силу, помощь Матушке России нашей, нашим людям православным, и всеми живущим них. Потому что, где вера в Бога, там Господь помощник всем нам. И не стесняйтесь, не сомневайтесь, что третий ребенок вам помешает, мои дорогие. Нет, он не будет. Он будет когда-то в радость вам в жизни, в будущем. И будете еще потом радоваться, какой был хорошим я дитем, которое я, значит, хотел когда-то его не иметь. Оно теперь будет помощник на старость лет моих. И бывают такие в жизни случаи, что матери потом радуются победам ребенка. Спасибо. Так помогай Бог вам иметь третьего ребенка с помощью. И крестить его, и в православную веру привести. Спасибо, Господи. Спасибо большое. Будем надеяться, что вот супруг женщины, которая задавала этот вопрос, слышал вас. И вы его убедили. Будем так надеяться. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос в студию отцу Владимиру. Добрый вечер, батюшка. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы знаете, у меня от первого брака, в общем, невенчанного осталась девочка. А во втором браке у нас уже четверо детей. Но, в общем, с этим мужем мы прожили долго, потом обвенчались, в общем, в 85-м году только. Вот у меня старшая девочка считается как незаконнорожденная теперь. Или все равно она будет считаться как... Но она была удочерена мужем. Спасибо. Спасибо. Да, вы слышали? От первого мужа. Да, от первого мужа. Но невенчан был брак. Я считаю, что брат уже у вас освящен, брак. Если вы повенчались со вторым мужем, и у Бога лишних детей не бывает. И такое, если вы исполнили своих долг пред церковью, приняли таинство Шатаго, бракосочетание, Господь и сочтет вам и первое дитё тоже в праведность вам. Спасибо. Спасибо большое. Ольга спрашивает. Вот я живу в Коломенском, крестила я девочку-дочку, видимо, в городе Грозном. Могу ли я теперь спустя 18 лет ещё раз окрестить девочку в Коломенском храме? Им нужно ли этого? Это... Если она окрестила в церкви, в православной церкви, православным священникам, не нужно крестить. Потому крещение совершается раз в жизни. Как человек рождается раз в жизни, и он второй раз не может войти в утробу матери, так, таинство крещения, если дух... Духовное рождение. Так что не нужно это совершать. И бывают такие случаи, какие-то некоторые мать приходят, там такой-такой-то батюшка неправильно окрестил туда, и я хочу второй раз крестить. Не, не, не нужно так думать, менькие дорогие. Верно ты батюшке крестил, не понравился батюшка тот, не понравился, не дорогие. Дорогие, имейте веру в Божию, потому что есть по нашим канонам в церкви. Если что неверно совершается, каким-то, может, по ошибке там, священникам, ангел-хранитель дополняет и исполняет. Так что таинство верное ваше, вашей дочери, и не нужно второй раз принимать крещение. Спасибо большое, отец Владимир. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что сегодня с вами беседует настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в Коломенском, отец Владимир Протерей, Владимир Гонтер. Ну, вот поскольку мы с вами не смогли встретиться в прямом эфире в предпостную неделю, сейчас мы оготовили, мы, конечно, ту программу, и был приготовлен православный календарь той предпостной недели, мы сейчас решили включить его и смотрим православный календарь предпостной недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Со вчерашнего дня, понедельника, началась сырная седмица, сплошная масленица. Эта неделя, которая предшествует великому посту, мясопустная, то есть мясо в пище употреблять уже не положено, и с давних пор неделя в народном понимании праздничная. Со среды, то есть с завтрашнего дня, когда церковь празднует первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, уже начиная с вечерни, службы совершаются подобно великопостным, то есть с обязательным многократным прочтением молитвы преподобного Ефрема Сирина, взывающей к смирению, терпению и любви. В воскресенье, 28 февраля по старому стилю 12 марта по новому, в неделю соропустную воспоминается адамовое изгнание из рая, когда триодь постная говорит, что адамово падение потрясло все, солнца лучи скрылись, луна со звездами стали цвета крови, горы ужаснулись, холмы затрепетали, когда рай закрылся. Исходя из рая, адам руками бил себя по лицу и говорил, «Милостивый, помилуй меня падшего!» И не случайно в тот же день прощенное воскресенье, мы не можем жить без надежды на спасение, прощение и любовь. 2000 год от Рождества Христова год высокосный, когда в году не 365 дней, а 366, и этот один день удлиняет зимний месяц февраль, в нем 29 дней, и это случается один раз в 4 года. Именно раз в 4 года, 29 февраля по старому стилю, 13 марта по новому стилю, празднуется явление иконы Божьей Матери Девпетеровской. В этом году празднование иконы совершается в понедельник Седмицы Первой Великого Поста, когда на Великом Повечере уже будет читаться Великий Канон преподобного Андрея Критского. По преданию, явление иконы Девпетеровской произошло в 1392 году в селе Батюшкове Дмитровского уезда. Образ этот принадлежит к тому небольшому кругу богородичных икон, на которых младенец Иисус изображался на правой руке Девы Марии. Спаситель представлен по пояс, прильнув к обнимающей его Божьей Матери. С конца 17 века образ Божьей Матери Девпетеровской стал упоминаться в качестве келейной иконы святителя Петерима Тамбовского. Почитаемый, как святыня Тамбова, древний образ Богоматери Девпетеровской хранится в Тамбовском Спасо-Преображенском соборе и выставляется у гробницы свидетеля по особенно праздничным дням. Что и случится в этом году в следующий понедельник, 29 февраля, по старому стилю, 13 марта по новому 2000 года. Уважаемые телезрители, что это был предпостный православный календарь, и у меня вот есть два вопроса. Именно вот о предпостном. Было прощенное воскресенье, спрашивает Людмила Павловна, можно ли просить прощения по телефону, это не грех? Если вы не смогли лицом к лицу пристать попросить, попросите по телефону, но в следующий раз, если встретитесь с своим обидчиком, попросите уже в общем, без телефона. И вот еще, как бы связанно с Адамовым изгнанием, Сергей спрашивает, что означает первородный грех? Уже очень много раз мы говорили, но если можно, повторите, пожалуйста, что такое первородный грех? Хотя бы вот в нескольких словах. Первородный грех, когда в разе наши предки Адам и Ева были святыми, и в райюх был установлен уже пост. Как Господь сказал первым людям, от всякого дерева вкушайте плоды, а одно дерево есть, познание добра, добра, зла, вот это дерево не вкушайте. Они нарушили змей, через, шел к тебе, жене, и сказал, их искусил я. И вот есть это первородный грех. То есть непослушание. Непослушание первородный грех. И они были изданы из рая, и Господь сказал им, что придет время, что жены, семья жены сотрет главу змея. И это время долго ждали. Тысячи летами, пять тысяч с лишним лет, когда пришел на землю, Господь в виде человековости искупил этот первородный грех, своим страданием на Голгофском кресте, где он продел кровь божественную свою и искупил первородный грех. И, как мы видим, на Голгофе и то есть в красном храме соображается распятие креста, а у подножия креста череп человеческий. Это означает то, что на том же самом месте Господь был распят где был по преданию похоронен Адам. И как божественная кровь стекала с тела Христа и капала, полилась рекой у подножия и была омыта голова Адама. Божественная искупительная кровь Господь наш Иисус Христа. Вот как первородный грех был искуплен страданием Спасителя мира. Спасибо большое, Владимир. Пожалуйста, мы вас слушаем ваш вопрос отцу Владимиру. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Николай. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, почему русская православная церковь не идет на диалог с католической церковью, ведь, как известно, отец Иоанн Павел II готов к такому диалогу. Какие основные противоречия, если можно, объясните, пожалуйста. Спасибо. Ну, как вы знаете, до XII века западная и восточная церковь была единая. Потом начала уже западная церковь отступать от канону на истинную церковь православную. Далее происходили разные у Папа выдумали разные догматы свои, которые были не согласны православной вселенской церкви. Если католическая церковь возвратится к первоисточнику, как были мы, до XII века будет объединение и все. Если она не обратится к первоисточнику единой веры XII века, возможно, никакой объединения не может быть. То это основное препятствие такое? вот. Что не восточная церковь отпала от истины, а западная церковь в лице Пап. Западных Пап. Спасибо. Спасибо большое. Михаил Николаевич спрашивает, 25 лет мы с женой прожили вместе. У нас есть дети, я только недавно окрестился. Стоит ли венчаться после стольких лет совместной жизни? Когда в той не крещеной, над ним не совершается никакое таинство. Хотя бы желал бы он повенчаться, но был не крещен. Теперь, если он окрестился, желает крестить, и принять святые таинства, нужно обязательно повенчаться. Спасибо. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Владимиру. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы вас спросить. Первая седмица поста читался покаянный канон Андрея Критского. Мне к большому моему огорчению удалось только единожды побывать в Хураме. Но я приобрела этот канон. Возможно ли вернуться к прочтению канона в течение поста? Либо это только четыре первых дня. Спасибо. Можно ли сейчас читать канон Андрея Критского, преподобного Андрея Критского? Дорогая слушательница, первая неделя Великого поста читается канон Андрея Критского разделен на четыре части. Если вы не смогли побывать в храме, вы могли бы почитать про побретенные книжечки дома. То есть дома это не возбраняется, не возбраняется. И в пост, и не в пост. Да, нет. Если по каким-то уважительным причинам вы не могли прибыть в храм. Теперь весь канон Андрея Критского будет, полный канон, будет читаться на пятой неделе Великого поста. Заключительная неделя. Да, пятая неделя Великого поста в среду в вообще считается он к службе четверга. Великой четверга в седмице. Это страстная седмица, да? нет, только пятой недели. Так обычно у всех восковских городских храмов читается этот великий канон в среду вечером за вечерним по услужению. Это называется состоянием Марии Египетской, как может вспоминается грешница Марии Египетской, как она также каялась. И в этот же день читается канон преподобного Андрея Криско. В среду вечером читает полностью канон Андрея Криско. Пожалуйста, если будем живы, здоровы, доживем до этого вечера святого, не пропустите этот святой вечерний в среду и вы восполните то, что вы пропустили. Спасибо большое. Галина спрашивает, можно ли сына окрестить в пост сын взрослый? Можно окрестить обязательно, потому что крещение оно не... То есть пост и крещение вещи вполне совместимы. Испомнимы, обязательно. Хорошо. Спасибо большое. Не участвовать в посту нельзя, окреститься можно обязательно, потому что доживем и на завтрашний день не знаем никак, но чтобы быть крещен не надо. Спасибо. Пожалуйста, мы вас слушаем ваш вопрос в студию. Добрый вечер. Здравствуйте. Владимир Владимирович, я сегодня проходила в Коломенском и там было написано, что 22 соборование. Не могли бы рассказать немножечко поподробнее об этом и перед тем, как собороваться, нужно ли исповедоваться и кто может принимать участие в этом? Спасибо. это соборование. Это соборование, это простонародие, так по церкови называется, таинство еле освящения. Это таинство еле освящения установлено для того, чтобы кто больной, недужный, мог принять через помазание святой Елене части тела, которые совершаются помазанием семь раз читаются особые молитвы и апостолы, и евангелия. Так что, пожалуйста, если чувствуете себя болящими, недугущими, можете прибыть не 13 часов, как там написано, начало уже таинство еле освящения. Прибудьте за час до начала, чтобы вас за освященным ящиком вы записали свое имя во время таинства еле освящения и соборов не как в кавычках сказать, можно было ваше имя записано, и во время таинства еле освящения было упомянуто несколько раз во время чтения молитвы о здравии болящих. Пожалуйста. Спасибо большое, отец Владимир. И сейчас наш небольшой рассказ об иконе Божьей Матери с поручницей грешных, которая праздновалась вчерашним днем в понедельник. Пожалуйста. Среди домашних образов, хранившихся в России в горницах, залах и просто комнатах, всегда свое особое место занимали иконы с изображением Божьей Матери. Россия, как, пожалуй, ни одна другая православная страна мира, славила с большим количеством чудотворных и чтимых икон Богородицы. Это были и новоявленные иконы, и, конечно, копии, или списки, как их называют, общее количество которых, по-видимому, не поддается подсчету. Православный церковный календарь напоминает нам, что 7 марта по старому стилю 20-го по-новому 2000-го года чтятся иконы Божьей Матери, именуемые «Споручница грешных», явленные в Одрине в Орловской области в 1843 году, и в Москве, явленная в 1848 году. Слово «Споручница» означает «поручительница» или «посредница». На иконе читаем надпись «Аз споручница грешных к моему сыну сей дал мне и далее радовайтесь вечны через меня и спросят». Так гласит надпись на свитках, обрамляющих изображения Божьей Матери. В списке из чудотворной иконы споручницы грешных до революции можно было встретить как в храмах, так и в домах по всей России, и об этом можно прочесть в православной литературе. Икону споручницы грешных благословляли при отправлении в дальние страны, при женитьбе сыновей и при выдаче дочерей в замужество, когда горячая любовь близких поручает самых своих дорогих богоматери споручницы грешных с верою, что сама Богородица поручается в сохранении их. Так было в 19 и в начале 20 века. В начале 21 века мы с надеждою хотим думать о том, что слова о христианских традициях, часто произносимые нами сейчас в прошедшем времени, вернутся в настоящее. И вместе с большими и малыми храмами к нам постепенно вернется и тысячелетняя христианская православная культура маленьких домашних иконостасов и традиция сохранения в домах православных святых вещей, а не суеверных талисманов и фетишей. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос в студию отцу Владимиру. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. У меня невестка два раза замужем. Первый брак она венчалась в церкви, а второй просто вот расписались в ЗАГСе. Вот что ей нужно сделать, чтобы вот этот развенчаться и вновь венчаться. Хорошо, спасибо. То есть первый брак венчан, второй нет, и вот как поступить? Конечно. Брак осочетания венчаний, как в постнароде совершается в церкви для скрепления единой семьи. И семья не должна распадаться, изменять жена мужа, муж жену. Это Бог сочетал, как сказано в Священном Писании, человек да не разлучает. И кто разлучает таинство повенчаться, потом или муж не понравился, жена и бросает друг друга, это великий грех совершает люди. Можно венчание совершить второй, третий раз, ну, по причине того, когда один из супругов умирает, оставясь удовольствующим. Можно. ну, какая у вас причина была развода с первым, первый развод своей помечали и бросили, я это и не знаю, не могу сказать. Если вас муж бросил, иначе вы не виноваты, если вы бросили мужа, вышли за вторую, значит, грех на вашей душе, дорогие. Нужно, чтобы была единая семья. Как я сказал, Бог сосчитал, человек да не разлучает. Вот. Если что, у вас есть возможность исправить, если нет возможно исправиться, пожалуйста, тогда уже подавайте прошение, если где вы живете в области или в Москве, если в области, подавайте на имя и партия областной и архиерея прошение, чтобы снял он первый запрет на брак, вас оставил повенчаться. Если живете в Москве, обращайтесь в чистый перелуг, дом 5, священнику патриарху, секретру, что напишите прошение и укажите причину вашего первого развода. И желаем вот так, мои дорогие. Спасибо. Спасибо большое. И вот у меня будет уже последний вопрос, и нам уже надо скоро выходить из-за Фира. Анастасия Михайловна задает вопрос, что я парализованная. Можно ли вызвать священника на дом, чтобы меня причастили и исповедали? Обязательно это можно сделать. Как это по телефону вам звонить или как это? Желательно, чтобы кто-нибудь из родственников, если нет из родственников, кто-нибудь из соседей, приеду в храм божий и там записал за священник или же там указали в церковном доме у нас регистрация, чтобы вызвать и указать точный адрес, чтобы не И может прийти священник. И может прийти священник. Если сегодня он не сможет, допустим, завтра не сможет, послезавтра, какие там будут возможности обязательно, мы не должны отказывать в этом. Пожалуйста. Спасибо вам большое, отец Владимир. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что сегодня с вами беседовал настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в Коломенском отец Владимир, протеерей Владимир Гонтарь, за что ему просто низкая низкий от нас поклон и большое спасибо. Я надеюсь, вы не последний раз у нас на эфире. Спасибо вам, Лариса Юрьевна. Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы уделили внимание, но и на все вопросы к сожалению, невозможно было ответить. Вопросов много поступило, времени мало. Прошу прощения и желаю вам всем слушателям, молящимся, православным христианам, чтобы вам провести пост в честь Господа нашего Иисуса Христа, который страдал за первородный грех, провести этот пост в любви, согласии, в молитву, общении и в домашних молитвах, церковных, и так, чтобы дожить нам до светлых дней светлых Христов, воскресенья, Пасхи Христовой. Это в этом нужно в посту, нужно иметь большое терпение, большое смирение, потому что не только один пост называется, что когда мы воздерживаемся от пищи, пост должен быть заключаться не только в воздержании пища, а в словах злых, своих поведений, терпение, смирение, кротости. К сожалению, бывает то, что в Великом Посту бывают частые искушения, раздражения, всякие возможные, всякие неприятности, недоумения. Терпите, дорогие, и молитесь, как апостол Павел заповедует, учит нас, убивают скорбь. О скорби приходит терпение, а терпение опытность. От опытности надежда, а надежда не постыжает. Спасибо вам большое. Дай Бог вам всем терпение, радость, терпение, смирение, кротости, и надежды на будущее, на жить до светлого Христового воскресения, и в будущей жизни получите вечную Пасху радостью в Царстве Небесного в обитие Отца Небесного. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо вам, слушайте. До свидания. До свидания. В следующий раз мы увидимся с вами 28 марта, обещал быть, на эфире Отец Максим из храма Резоположения на Донской. Всего доброго вам. Спасибо большое. Пожалуйста. Господи, помилуй нас. Сокрова ответа нету верюще сиють молитву яну подице грешни и просим вам не буй нас. слава отцули сыну и щедрогу дуку господи помилуй нас. Сокрова TP Редактор Корректор Продолжение следует...